Нужно ли подкармливать растения позднюю осенью и зимой? Нужно, но подкормки в осенний и зимний период отличаются от подкормок растений в весенне-летний период. Сначала разберемся, какие растения как подкармливать. Если растение цветет и бурно растет в весенне-летний период, то это растение длинного светового дня. А если растение цветет зимой, то это растение короткого светового дня. То есть у растений длинного светового дня зимой наступает период покоя, у них все процессы замедляются. Подкармливать их нужно, но между подкормками делать большой перерыв. Обычно такие растения, которые находятся в состоянии покоя, подкармливают раз в месяц. А вот если у вас зимой растение зацвело, то его нужно обязательно будет подкормить перед цветением и обязательно его нужно будет кормить после цветения, чтобы вот за время вот этого периода, когда оно не уйдет в спячку, оно набрало достаточный запас питательных веществ. Во время цветения растение подкармливать можно, особенно если вы не успели подкормить до цветения, но имейте ввиду, при подкормке окраска цветка может измениться. Правильно определяйте, в какой фазе развития у вас находится растение в спячке или в цветении и в активном росте, и тогда с зимней подкормки вы сделаете правильно и растению не нанесете вред. Единственное, что зимой не нужно увлекаться азотными подкормками, то есть отдельно вносить азотные удобрения типа мочевины карбамида или аммиачной селитры в растении не стоит.